Доброго вечера, уважаемые телезрители! Рубрика «Попали в сеть» и приветствует вас! Мне мама в детстве говорила, что собака чувствует, когда ее боится человек, поэтому бояться не надо. Но как действовать в следующем случае? Как меня достали собачники, которые выгуливают собак без намордников и поводка. Гуляли в Сестрорецком парке, бежит пес на нас. Хозяйка издалека кричит ему что-то. Выглядело это словно «бегите, дуры, она вас съест» или «ложитесь и притворитесь мертвыми». Мы встали как вкопанные. Хозяйка сказала «не волнуйтесь, мол, собака играть любит». От страха мне хватило только смелости сказать «да ничего» и медленно сваливать. Да уж, интересно, что бы сделала моя мама. Ни одного защитника собачек не нашлось. Это не единичный случай. Гуляют и с бойцовским без намордников. А потом жалуются, что докхантеры отраву раскидывают и их собаки едят. По закону собаку нужно выгуливать в намордниках и на поводке. На что, естественно, слышу недовольство в ответ. Они любят своих животных и не хотят им доставлять дискомфорт. Им глубоко наплевать на тех, кто панически боится даже самых маленьких собак. А что, есть закон какой-то? И вот вопрос. Если на меня вдруг бежит или того хуже прикусит та самая некусающаяся собачка, куда мне можно позвонить или обратиться, чтобы какие-то меры предприняли к собачке, к той хозяйке собачки, что ей за это будет? Действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за нарушение правил содержания домашних животных и их выгулах. Ответственность установлена в виде административного штрафа в сумме от 100 до 1500 рублей. Ну, следует отметить, что административная ответственность в данном случае не самая страшная, поскольку действующим гражданским законодательством домашние животные, если говорить о собаках в частности, отнесены к источникам повышенной опасности. Допустим, собака кусила, причинила вред здоровью человека, то, соответственно, владелец данного животного несет, соответственно, гражданская правовая ответственность. Пострадавшее лицо в праве требует компенсации морального вреда в судебном порядке, сумма которого в зависимости от степени тяжести вреда здоровью может доходить вплоть до 300 тысяч рублей. С каждым годом по городу все больше ездят на двух колесах. Люди прям жаждут активного отдыха, но автомобилисты жаждут соблюдения правил. Велосипедисты, когда собираетесь перейти дорогу, с велосипеда слезайте. Гоняют, как не знаю кто. И пока кто-то обсуждает, какие плохие или хорошие велосипедисты, некоторые подписчики гуглят правила дорожного движения для двухколесного транспорта. Почитайте внимательнее ПДД. С апреля 2014 движению велосипедистов посвящены сразу 6 пунктов правил. Соблюдать вам правила или нет – дело лично каждого. Следующий пост, кстати, в тему. Многие забывают простую истину. Правила дорожного движения писались кровью. За каждым словом – чья-то жизнь. Ну а для вас, уважаемые телезрители, интервью по теме из первых уст. При подъезде к пешеходному переходу в обязательном порядке велосипедист должен слезть с велосипеда и пройти по пешеходному переходу пешком, как пешеход. Ну а еще, чтобы хотелось сказать, да, выезжайте велосипедисты. Будьте внимательны на дорогу. Все время повышайте свою бдительность. Используйте в обязательном порядке светоотражающие элементы. Сейчас очень много продается и на велосипедах, и на ленточек, и на одежду. Везде все это можно увидеть, но соблюдайте правила дорожного движения. Тогда вы будете невредимы. Не важно, любите вы рыбок или нет, эти карпы как минимум вызовут у вас улыбку. Кто-то мне рассказывал, что золотые рыбки могут исполнять желания. Вспомнила кто? Пушкин? Эта мамочка на глазах у дочери наловила ведро рыбы и отнесла домой. С образовательными целями – преподнести детям урок любви к своему городу. Такой пост вызвал у клинчан, мягко говоря, непонимание. Телефон умеет еще и звонить, а не только фоткать. В полицию, например. Как вандализм это можно расценить? А нарушила ли закон эта мама или пострадали только моральные принципы? Знаков, что рыбалка запрещена, увы, не поставили. Вот и выпускает экзотику. Русский народ к этому никогда не привыкнет, увы. Знаков, что лебедей ловить тоже нет, но мы же их не ловим. Да, действительно, никаких знаков на пруду нет, но, может быть, следующее интервью послужит для вас большим знаком. У тех людей, наверное, нет совести, мне кажется. Наверное, та женщина поступила неправильно, она, наверное, сама поняла. Мне кажется, если она увидит это видео, она, наверное, выпустит обратно эту рыбку. Или рыбок. Ну, где это видно бы, слыхано, то, что вот сами делают, а потом сами губят. Давайте лучше любить этот парк, ухаживать за ним, сажать деревья еще побольше. Также запускать рыбок еще больше и много-многое другое. На этом я с вами прощаюсь и хочу добавить лишь одно, что в наших группах и ВКонтакте, и в Однокласснике мы отвечаем на вопросы клинчан в комментариях. Спасибо вам за ваше небезразличие к родному городу. До новых встреч!